Добрый вечер в прямом эфире Вести Кабардино-Балкария в студии Зульфира Геляхова и в начале коротко о главном. Заседание антинаркотической комиссии КБР в центре внимания, наращивание усилий в борьбе с незаконным оборотом наркотиков и повышение уровня оперативно-розыскной деятельности. В целях безопасности отдыхающих. С сегодняшнего дня в Джилусу вводится обязательная регистрация туристов. Очередные скачки на Нальчикском ипподроме. Победители строят планы на будущее. Самую большую победу хочу приз президента выиграть в Москве. Профилактика наркомании должна быть скоординированной и системной. Сегодня Юрий Коков провел заседание антинаркотической комиссии КБР. В его работе приняли участие представитель федерального центра, руководители парламента и правительства республики, судебных органов, МВД, ФСБ, прокуратуры, Следственного комитета, отраслевых министерств и главы муниципалитетов. Подробнее Станислав Сердюков. На заседании антинаркотической комиссии КБР рассмотрены меры по повышению эффективности профилактики наркомании в подростковой среде и противодействия незаконному обороту психотропных веществ, в том числе в образовательных учреждениях, оказанию и совершенствованию медицинской помощи наркозависимым, а также созданию и развитию в КБР системы их комплексной реабилитации и ресоциализации. Обращаясь к участникам заседания, глава Кабардино-Балкарии подчеркнул, что, несмотря на определенную работу в этой сфере, уровень наркомании в целом не снижается. Число лиц, эпизодически употребляющих наркотики, в республике с года в год растет, за последние три года на 46%. Говоря о причинах такого положения, Юрий Коков отметил. Выявляется в основном то, что лежит на поверхности, а корни остаются. Эффективность проводимых мероприятий оставляет желать лучшего, так как они не достигают конечной цели – снижение числа потребителей наркотиков. Называя пути решения указанных проблем, руководитель республики обозначил важность профессиональных и скоординированных действий правоохранительных органов, которые должны быть направлены на значительное уменьшение предложений наркотиков, а также снижение спроса на них за счет индивидуально-профилактической работы с уже известными потребителями. И что особенно важно, нужно сделать все, чтобы минимизировать рекрутирование молодежи в ряды наркоманов. Безусловно, в данной связи особое значение имеет работа по раннему выявлению наркозависимых лиц. То есть тогда есть еще возможность, как вы понимаете, вернуть людей на нормальную стезю. Глава Кабардино-Балкарии указал на ненормальную ситуацию с учетом несовершеннолетних наркоманов. Статистику, отражающую незначительное количество эпизодически употребляющих наркотики, Юрий Коков назвал неубедительной. Этому вопросу, подчеркнул глава республики, следует уделить особое внимание. Системных мер реагирования требуют и многочисленные факты злоупотребления лекарственным препаратом «Лирика». Аптечная наркомания сфокусирована в первую очередь на молодых людях и способствует значительному росту числа наркозависимых. Однако статистика вновь не подтверждает рост наркомании этого вида. Между тем, по этому поводу в органы власти нередко обращаются граждане. Общественность бьет тревогу небезосновательно. Недавно в отношении крупных сбытчиков «Лирики» возбуждено уголовное дело. Однако этих усилий недостаточно, необходимы системные меры. Заслушав доклады начальника республиканского ОФСКН Олега Сокурова и вице-премьера министра здравоохранения Ирмы Шетовой, глава Кабардино-Балкарии высказался за наращивание усилий в борьбе с незаконным оборотом наркотиков, повышение уровня оперативно-розыскной деятельности, очищение рядов правоохраны, а также всех министерств и ведомств, имеющих отношение к данной проблематике, от неэффективных и нечистоплотных кадров, исключение коррупционной составляющей, совершенствование профилактики наркомании путем применения новых форм взаимодействия всех заинтересованных структур. В числе важных и неотложных задач – обеспечение доступности помощи наркологов и психотерапевтов, расширение сети анонимных сообществ наркозависимых. Требует тщательного анализа эффективность функционирования в целом всей наркологической службы республики. Ее деятельность, по поручению Юрия Кокова, будет подвергнута комплексной проверке Минздравом, а результаты представлены руководству Кабардино-Балкарии к 1 сентября. В субботу в Доме правительства КБР Юрий Коков встретился с руководством исполкома Международной черкесской ассоциации. Глава КБР высказался за дальнейшее укрепление и развитие связи с соотечественниками, живущими за рубежом, сохранение общенациональных ценностей, культуры, консолидацию усилий в решении общих вопросов. Во встрече участвовали и изложили свою позицию по ряду актуальных проблем председатель Черкесского благотворительного общества в Иордании Самир Кардан, президент МЧА Хаутис Ахроков, вице-президент ассоциации, председатель Адыга Хаса при Черноморских шапсугов Маджид Чачух, член исполкома Черкесского благотворительного общества в Иордании Зиуар Нагуар, член исполкома МЧА, председатель Адыга Хаса КБР Мухаммед Хафидца, представитель Черкесского благотворительного общества в Сирии Арфан Барсик и член Кафед в Турции Даган Эзден. В этот же день в Нальчике состоялось заседание Международной Черкесской ассоциации. Помимо членов исполкома и руководителей черкесских общин Абхазии, Северной Осетии, Турции, Ордании и Сирии, в его работе участвовали представители профильных ведомств и министерств республики. Первый вопрос повестки дня – меры по оказанию помощи сирийским репатриантам. С докладом на эту тему выступил член исполкома МЧА Владимир Губачиков. По озвученным на заседании данным, сейчас в республике проживают около 900 сирийских черкесов. Совместными усилиями правительство КБР и частных спонсоров для 61 семьи приобретено жилье. Репатриантам оказывается постоянная поддержка в решении социальных проблем, трудоустройстве и обучении адыгскому и русскому языкам. Бурное обсуждение вызвал вопрос о создании единого для всех черкесских диалектов алфавита. Предполагается, что в перспективе на него перейдут все адыги – и в России, и за рубежом. Решено, что новым алфавитом займется специальная комиссия. Ее состав сформирован до заседания. Комиссии предстоит отобрать три проекта и представить их с подробным докладом на следующем конгрессе ассоциации. На заседании также обсуждены итоги работы адыга Хаса при черноморских шапсугах и моздокских кабардинцах. К другим темам. Биология, информатика и история. Сегодня выпускники российских школ сдавали ЕГЭ по трем предметам. Это испытания по выбору, необходимые для поступления в ВУЗы. Их результаты станут известны 25 июня. И сегодня же Рособорнадзор обнародовал средние данные ЕГЭ по математике. Напомню, этот предмет с нынешнего года разбит на два уровня – базовый и профильный. Как сообщает РИА Новости, средний балл профильного этапа по стране составил 49,56 из 100 возможных. Базового – 3,59 из 5. Для поступления выпускникам необходимо набрать 27 баллов и выше. К слову, в Миноборнауке России отмечают, что в этом году на итоговых испытаниях в школах фиксируется в три раза меньше нарушений, чем в прошлом. 13 рублей – такой станет стоимость проезда в общественном транспорте «Нальчика» с 21 июня. Информация об этом появилась на официальном сайте администрации столицы республики. Новые тарифы на перевозку пассажиров утвердил городской совет местного самоуправления. Последнее повышение цен на проезд в автобусах и троллейбусах производилось пять лет назад, поясняют в мэрии. С тех пор услуги ресурсоснабжающих организаций, в частности обеспечивающих электроэнергией и ГСМ, подорожали в среднем на 50%. Примерно настолько же выросла цена комплектующих и запчастей. В дальнейшем депутаты предлагают рассмотреть возможность ежегодной индексации тарифов с учетом официальной инфляции в стране. В селе Каменномостское Зольского района введен карантин. Ведслужба выявила случай бешенства домашнего скота. Распоряжение об установлении ограничительных мер на части территории села сегодня подписал глава КБР Юрий Коков. Срок карантина 60 дней. Он действует в зоне, ограниченной улицами Куважуково, Калажоково и Бетуганово. На указанный период за пределы этой территории запрещено вывозить домашних животных, в том числе собак и кошек. Также здесь временно прекращена торговля скотом. Управлению ветеринарией Кабардино-Балкарии совместно с администрацией Зольского района поручено разработать и осуществить комплекс мер по ликвидации очага бешенства. В Нальчике судебные приставы совместно с теплоэнергетиками провели рейд по взысканию задолженностей за услуги ЖКХ. По долгам расплатились 7 человек, собрано свыше 30 тысяч рублей. Всего же в исполнительном производстве сейчас находится 6 тысяч подобных дел. Как отмечают в службе, основная задолженность за газ в среднем более 30 тысяч рублей с одного домовладения. С начала года такие рейды проводятся регулярно. Ливневые дожди могут стать причиной незначительной задержки ремонтных работ на теплотрассе в юго-западном районе Нальчика, сообщили сегодня представители компании-подрядчика. Напомню, замена ветхой тепловой сети в районе улиц Кирова, Торчокова и проспекта Кулиева началась в мае. Реконструируют отрезок длиной около полукилометра. Последний раз столь масштабные работы здесь проводились более 30 лет назад. Тогда же были высажены липы, которые теперь приходится выкорчевывать, так как корни разрослись и стали серьезной помехой для замены коммуникации. Сами стволы деревьев находятся над тепловой сетью, поэтому без их сноса демонтировать старую сеть не представлялось возможностью никакой. Поэтому было принято решение. Оно, естественно, согласовано. Мы сами это решение как бы не принимаем единолично. Согласовано с городом. Был составлен акт разрешения на снос этих деревьев. Два дерева уже выведены за пределы участка. Специалисты теплоэнергетической компании отмечают, осенью после окончания ремонта территорию приведут в порядок. И на этом же месте посадят новые деревья. 175 нарушений правил дорожного движения за ночь. В эти выходные сотрудники Республиканской госавтоинспекции провели очередной рейд Бахус. За ходом оперативно-профилактической операции наблюдала съемочная группа вестей. О результатах мой коллега Тахир Дадуев. В этот раз рейд начался позже обычного, в 9 вечера. Именно в это время, как свидетельствует опыт сотрудников ГИБДД, на дорогах появляются пьяные водители. Операция Бахус на сей раз продлилась до самого утра. По статистике, ежедневно полицейские останавливают на дорогах нашей республики в среднем 20 человек в состоянии алкогольного опьянения. Причем большинство таких водителей едва способны держаться на ногах, не то что баранку крутить. Вот, автолюбитель утверждает, гулял накануне. Просто твой девчонок родился, родилась вчера, просто за это. Честное слово вам. Лукавит, судя по данным алкотестера. Да и права инспекторам, житель Кабардино-Балкарии предъявил юго-осетинские. Такие не действуют на территории России. А этот молодой человек довольно агрессивно отреагировал на действия инспекторов, хотя и оказался трезв. На спецстоянку за ночь отправлено около 60 машин, более 30 нетрезвых водителей и два десятка лишенных или вовсе не имеющих прав. Мы не преследуем какую-то цель выявления массовости данных нарушений. Прежде чем провести данные мероприятия, мы практически во всех средствах массовой информации, в том числе по каналам интернет-связи, оповещаем население, что у нас в такой-то день проводится оперативно-профилактическое мероприятие, направленное на то или иное нарушение правил дорожного движения. Почти 200 выписанных протоколов штрафовали и за непристегнутый ремень безопасности, и за тонировку на передних стеклах. Результатами бахусов госавтоинспекции остались недовольны. Говорят, чем меньше нарушителей, тем успешнее рейд. Тахир Дадуев, Марат Татруков, Вести, Кабардино-Балкария. Отработка навыков в условиях высокогорья. Оперативный штаб в КБР и республиканское МЧС провели учения по гражданской обороне. На участке федеральной дороги Урвань-Уштулу представители органов местного самоуправления, аварийных и правоохранительных сил показали наиболее эффективные способы организации и проведения спасательных работ в зоне ЧУЭС. Учения прошли в условиях максимально приближенных к реальности. Действия всех участвующих подразделений получили положительную оценку руководства оперативного штаба и аппарата национального антитеррористического комитета. Отмечен высокий уровень готовности сил и средств по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на объекте автомобильного транспорта, сообщается в информации пресс-службы Республиканского ОФСБ. С сегодняшнего дня и по 1 октября в Джилысу вводится обязательная регистрация туристов. Сообщение об этом распространила пресс-служба Республиканского министерства курортов и туризма. При поддержке МВД стационарный пост организован на подъезде к урочищу. Такая мера вводится для обеспечения безопасности отдыхающих, говорится в релизе. Анализ турсезона 2014 выявил ряд проблем, среди которых отсутствие элементарных бытовых удобств, эксплуатация источников без соответствующей лицензии. С этого года отдых и лечение людей в здешних местах строго регламентированы. Размещение разрешено только в лечебно-оздоровительном учреждении Эльбрус. На услуги уже разработан приз-курант. Цены на проживание варьируются от 300 до 500 рублей в сутки на человека. Предусмотрен разовый экологический сбор 50 рублей с каждого туриста. Эти деньги планируют направить на поддержание чистоты и порядка. В выходные на Нальчикском ипподроме состоялись очередные скачки. Четвертый с начала сезона. Разыгран традиционный большой летний приз. Кто стал обладателем в сюжете нашего специального корреспондента Сафара Гиреева. Среди сегодняшних победителей мастер-жокей Рустам Панжоков. Из своих 28 лет конному спорту отдал 18. Планы строит грандиозные. Самую большую победу хочу приз президента выиграть в Москве. Это в год один раз бывает. Хочу выиграть, попробуем. Ну а пока опыт Рустам приобретает на Нальчикском ипподроме. В этот раз зрителям предложили 7 скачек на лошадях англо-кабардинской породы. В том числе за обладание тремя именными призами. Особый интерес вызвала борьба за главный трофей. Большой летний приз в размере 100 тысяч рублей. Прошла она под патронатом администрации Баксана. Дистанция 1600 метров. Победителем стал гнедой жеребец Малкинского конезавода Затовичи. Зрелищным было и состязание за приз имени скакуна элиты, который учредил Лебрусский район. Здесь собрались лучшие лошади-четырехлетки Северного Кавказа. Я надеюсь, мы вернем былые традиции и звания лучших в конном спорте нашей Российской Федерации. И сегодняшний день это начало. Среди тех, кто оспаривал звание сильнейшего на дистанции 2400 метров, знаменитый джулат Рутчейзер Дарк Голд. В итоге обладателем Кубка стал проверенный ипподромный боец Рутчейзер, принадлежащий Зауру Секрекову. Кстати, в этот день три лошади-коневладельца первыми пришли к финишу. Как говорят в руководстве регионального управления компании «Российские ипподромы», возвращение в расписание призов честь городов и районов республики уже становится традицией. И она будет продолжена. На наших скачках уже участвовали четыре района. Это Терский, Прогладинский, Ильбургский, Бацанский сегодня. И другие, кто желает участвовать на наших скачках, мы их приветствуем. Будем благодарны, если будут принимать все конники Северного Галказа и с юга России. Приз в честь Дня России на дистанции 1800 метров выиграл гнедой жеребец Симеон, принадлежащий Нальчикскому фалличному заводу. Следующий скачковой день – 21 июня. Публику ожидает розыгрыши призов летний, а также знаменитых скакунов Гонора и Арагвы. Сафар Гиреев, Марат Татруков. Вести Кабардино-Балкария. На этом наш выпуск завершен. Сейчас прогноз погоды. Его представит Зухраб Шихачева. Ну а я прощаюсь. Всего доброго. Даже солнце не затмит вас. В салоне «Ленароптик» представлена новая потрясающая коллекция солнцезащитных очков 2015 года. Для него... Раян. Возрождение культуры здорового питания. Уважаемые жители республики. Магазин «Попугаи» благодарит вас за доверие. Нам 15 лет. Всем покупателям скидка 15%. Ждем вас по адресу Жигенцукова, 42. Здравствуйте. Метеовестия от ФОБОС. Регион во власти антициклона. Потому погода неустойчивая. МЧС предупреждает. Местами дождь, гроза, град, порывы ветра до 20 метров в секунду. Грозовые дожди прошумят в Зольском районе. Плюс 20. У подножия Альбруса соберется плотная облачность. Не исключены осадки и понижение температуры днем до плюс 9. Около 15 тепла в Тернаузе в течение дня дожди. По данным центра ФОБОС, небо над Баксаном, Чигемом и Норткалой нахмурится. Но, несмотря на дожди, температура высокая плюс 28. 30-ти градусная жара и порывистый ветер в Прохладненском и Майском районах. В Терском и Лескинском до 28 в ночные часы плюс 16 и осадки. Кашхатау не исключение. Здесь тоже велика вероятность дождя с грозой плюс 22. Завтра уже с утра в Нальчике до 19 градусов. В течение дня плюс 23. Синоптики прогнозируют дожди. Такой вот прогноз. Всего доброго.